вопрос 1293 том 4 книга открытым оком тема христос бог и человек когда фарисеи искушали христа вопросом о разводе как они хотели его уловить отвечает игнатий тихонович и лапкин евангелие от матфея 19 глава с 3 по 11 стихи и приступили к нему фарисеи искушая его говорили ему по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей он сказал им в ответ не читали ли вы что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут два одной плотью так что они уже не двое но одна плоть и так что бог сочетал того человека да не разлучает они говорят ему как же моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею он говорит им моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так но я говорю вам кто разведется женою своею не за пролюбодеяние и женится на другой тот прелюбодействует и женившийся на разведенной прелюбодействует говорят ему ученики его если такова обязанность человека к жене то лучше не жениться он сказал им не все вмещают слово сие но кому дано искушение заключалась в том чтобы принудить христа ответить вопреки закона моисеева и на этом начать процесс против плотника из назовета который по их мнению в законе не разбирался так как они послание к евреям 1028 если отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью и евангелие то она 715 и дивились иудеи говоря как он знает писание не учившись многоженство евреям было разрешено и иногда их к этому даже уговаривали когда они не желали брать жену умершего бездетного брата слово по всякой причине говорит что у них было очень много причин и они в этом окончательно запутались как сегодня в ипархиальных управлениях апостол павел на эти вопросы отвечал очень просто разводы недопустим а если все-таки развелись то жить одному 1 коринфянам 7 11 если же разведется то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей жена связано законом доколе жив муж ее если же муж ее умрет свободно выйти за кого хочет только в господи римлянам 7 глава с 1 по 3 стихи разве вы не знаете братья ибо говорю знающим закон что закон имеет власть на человеком пока он жив замужняя женщина привязана законом живому мужу а если умрет муж она освобождается от закона замужества посему если при живом уже выйдет за другого называется прелюбодеицию если же умрет муж она свободна от такого закона и не будет прелюбодеицию вы для за другого мужа фарисеи хотели втянуть христа в диспут о целесообразности всех правил какие они написали по бракоразводным процессом ибо предания старцев они соблюдали очень тщательно и около каждого дома лежала куча камней для исполнения приговора как кинжал любого чеченца закон провозглашал побиение камнями немедленно если бы хотя по одному пункту христос выразил бы несогласие они немедленно должны были его арестовать комментарии к моисеевому закону имели ту же силу что и сам закон просто они расширяли захват сети для уловления преступников закона христос именно здесь навеки утвердил незыблемый столб иванга от мотфея 19 8 он говорит им моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так это не было так отправляла слушателей к истоку жизни в райские обители когда продолжалось еще ветхозаветное время сейчас новозаветное время и христос говорит откровение 21 5 и сказал сидящие на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова сии истины и верны это новое и есть новозаветная апостольская оригинал с которым мы должны сравнивать все что у нас есть в церкви и жизни и по любому вопросу по любому искажению извращению какие мы видим в церкви ныне считающиеся истинами мы постоянно должны повторять указывая на времена апостолов а сначала не было так повторяю это каждый день тысячи кратно это касается и богослужения и церковной культуры управления и разводов и молитвы и и отношения к властям и свободы церкви если это не так как при апостолах значит это хуже чужо значит это чужое не наше и всегда не в нашу пользу